Я работал и во Франции, и в Германии, и в Италии, в разных больницах. Мы профессор. Это, кстати, личный врач Папы Римского. Работаю в разных странах, разного уровня больницах. Одни и те же проблемы. И это показалось мне интересным. Мы работаем исключительно с частными клиниками, где есть быстрый менеджмент, быстрые решения принимаются. На данный момент оценка 30 миллионов. Разработчики у нас из OpenSea, крипторазработчики. Это самый большой NFT-маркетплейс. К примеру, есть медицинские фонды из США, под управлением которых, в общем, 300 клиник, 12 тысяч врачей. И они уже готовы с нами работать. Здесь, в Казахстане, около, ну, больше 100 контрактов мы уже заключили. Привет, YouTube! С вами Forbes Казахстан. Меня зовут Патерхан Тугайбаев, и мы в нашей рубрике Forbes Under 30. Рад сообщить приятную новость. Наконец-то вышел пятый по счету рейтинг Forbes 30 Under 30. И сегодня в гостях один из участников этого рейтинга, доктор Шихислам Сахи. Нейробиолог из Казахстана, который имел опыт работы в Европе, а теперь развивает стартап стоимостью 32 миллиона долларов. Сегодня мы поговорим с ним. Прежде чем мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Поехали! Шихислам, приветствую! Добрый день! Сразу хочу поздравить с попаданием в рейтинг 30, моложе 30 2022 года. Какие впечатления, какие ощущения от того, что вы открываете Казахстан в нашем рейтинге? Ну, на самом деле, прям таких острых ощущений нет. Но в любом случае, я почему это сделал, причина одна из причин. И спасибо одному из моих подписчиков. Это мой подписчик прям каждый день напоминал, отправлял мне ссылку для того, чтобы я отправил эту заявку. Спасибо! Давайте к казахстанцам нашим откроем небольшую вашу биографию. Расскажите о том, как вы стали врачом, ну, а потом перейдем к вашему большому стартапу. Давайте начнем с профессиональной деятельности. Ну, я нейрохирург, нейробиолог. Нейрохирургом практикуюсь с 2017 года в больнице Умберто Поликлинику, ну, поликлинику Умберто Прима в Риме. С 2017 года вот работаю за рубежом, ну, и, соответственно, такой небольшой опыт, молодой нейрохирург. Ну, а стал почему врачом? Ну, как бы, был пример, дедушка и бабушка врачи. Вот, и был пример такой для подражания, но где-то в 2015 году решил стать хирургом. Вот с тех пор все время на операциях, все время там в разных больницах дежурю, ну, с Казахстана начинаю. И, соответственно, оттуда у меня, как бы, такое видение проблемы появилось, точнее, осознание проблемы потихоньку так накапливалось, это уже, как бы, я ближе к стартапу. А как занесло в итальянскую больницу простого доктора из Казахстана? Ну, это же сложно, наверное, попасть. На самом деле это было все намного проще. Был конкурс, то есть это был конкурс от Министерства здравоохранения, там, по-моему, я не помню уже точно, но, по-моему, 600 студентов участвовало, выбрали 10, отправили 10 студентов заявки вот в итальянский университет, Сапиензе, один из древнейших, кстати, университетов, он где-то, по-моему, то ли на 300, то ли на 200 лет, старший Казахстанского ханства. Вот, и отправили заявку, и этот университет выбрал вот из 10-5 студентов, и, ну, вот, один из них я. В 2017 году я первый раз поехал за рубеж именно как студент, первый раз открыл для себя этот мир. У меня, по сути, открылись глаза на то, что как оно могло бы быть, ну, точнее, может быть за рубежом. Сколько операций было проведено вообще с того времени? И, наверное, сейчас пытливо казахстанский зритель спросит, а разве здесь врачи не требуются? Почему наших специалистов молодых отправляют туда, а не оставляют в Казахстане? На самом деле я считаю, что каждому нужно попробовать поучиться в рубежом, потому что реально глаза открываются на другие проблемы в здравоохранении, на какой-нибудь другой подход. В той же, например, цифровизации медицины, ну, если еще студенту в системе образования. То есть обязательно нужно попробовать, и как раз-таки оттуда новые идеи зарождаются, то есть в сравнении, в познании чего-то нового. Ну, я так считаю, что врачу тем более это нужно. То есть я работал и во Франции, и в Германии, и вот в Италии, в разных больницах, как в самых простых, то есть в городских, так и в самых топовых клиниках. И, ну, на самом деле, только оттуда и опыт накопился, оттуда и идеи пришли. И речь идет про операциях на мозг, правильно я понимаю? Да, операции на мозг в основном, то есть я занимался нейрохирургией, больше другими чем не занимался, ну и как бы научной деятельностью, то есть подготовкой к научной деятельности, текущей, которой я вот сейчас занимаюсь на PHD. Вот, и, ну и как бы еще параллельно шла обычная учеба. Ну, то есть вот есть программа бакалавра, но я решил сделать чуть-чуть больше, то есть, а там это, как там, за рубежом это позволительно. В плане того, что есть программа, но если ты хочешь, ты можешь, в принципе, попробовать какие-то там курсы для старшего поколения. И, ну, главное, чтобы ты прошел какой-то обор, прошел какую-то там подготовку предварительно. И вот будучи на четвертом курсе, я уже приобрел сертификат, то есть прошел стажировку по нейрохирургии, по узкой специализации. Хотя такая программа, ну, по плану начинается только на седьмом-восьмом курсе. То есть вундеркинд, по сути. Нет, на самом деле просто я подготовился, был опыт, и я тогда пришел еще к своим профессорам, который сейчас нынешний наш главный медицинский эксперт, Роберто Бельфини. И на четвертом курсе я подхожу и говорю, ну, я хочу пройти стажировку по нейрохирургии. Он спрашивает, на каком ты курсе? Я говорю, ну, на четвертом. Он говорит, ну, бомбино, ну, как бы малыш. Я говорю, ну, у меня уже три года опыта. Как это три года опыта? Ты на четвертом курсе. Ну вот, и прошел интервью, прошел там собеседование, ну, и началась стажировка. У нас очень часто критикуют казахстанское образование, говоря о том, что оно не конкурентно на других рынках. Можно ли так сказать про медицинское образование, учитывая то, что вы получили доступ для работы в больнице европейской, имея за плечами все-таки базу казахстанского медицинского образования? Ну, на самом деле, школа сильная, есть в Казахстане. По разным направлениям, тут как бы надо считать по каким направлениям в медицине, хирургии. Тут есть школы, и я учился, можно сказать, у лучших преподавателей, у лучших хирургов. Ну, и как раз-таки вот этот опыт, вот эти дежурства ночные, ночные операции постоянные, как раз-таки они, наверное, сформировали такой некий костяк или там стержень, да, как нейрохирурга будущего. И это мне и позволило как раз-таки выйти на такой уровень за рубежом, в плане того, что я бы, наверное, если бы не занимался в Казахстане заранее, да, там, хирургией, то, ну, может быть, и не прошел бы отбор, но у меня уже был некий опыт за плечами и подготовка нашими преподавателями. Ну, и это, кстати, и помогло, и как бы, и в той же Германии, то есть и там тоже я получил такую, ну, прошел профессиональную сражировку по эндоскопической нейрохирургии, тоже на четвертом курсе, я был там самым молодым, то есть там минимальный возраст вообще после меня, это где-то было как будто там 33, по-моему, или 32, а мне тогда, ну, я не помню, 22 вроде или 21. Вспоминая опыт прошлый, расскажите о каких-нибудь самых сложных кейсах, с которыми приходилось работать, имея в виду операции, естественно. Ну, если я буду описывать операцию, мне кажется, у всех аппетит пропадет, сейчас кто-то смотрит и туп, кушает. Ну, интересно послушать, какого уровня вы все-таки специалист, потому что, наверное, есть доля аудитории, которая у нас медики, которые, наверное, работают тоже нейрохирурги. Я бы не сказал, что это прям суперсложный уровень операции, но как бы всегда есть сложнее. То есть, ну, тут хирурги, они не хвастаются тем, что они, ну, как бы каждый день проводят сложные операции. Наоборот, все хирурги хотят, чтобы каждый день были легкие операции. Вот. Ну, из сложных это удаление опухолей, там, мини-гиомы всякие, там, которым такой сложный доступ. Это, ну, работа с мозгом вообще сама себе, по себе сложная. Как бы любое неосторожное движение или там немного передавил, или чуть дольше надавил, то это уже какие-то последствия. Поэтому любая, кажется, операция на мозг это сложная. Что произошло после стажировки, после опыта, полученного в Европе, в Италии, в Германии? Вернулись в Казахстан, да? Вы имеете в виду про… Про профессиональный опыт, вы приехали обратно в Казахстан оперировать или… А, после вот первого раза, да? Да, я вернулся, потому что это… Ну, я тогда считался еще студентом Казахстана, то есть я считался еще студентом Медицинского университета Астана, также вот научился на четвертом курсе. Вернулся, потому что программа закончилась, но мне настолько понравилось, что я решил и в следующем году вернуться, и потом так каждый год возвращался со своим профессором. Так хорошо мы уже поладили, что мне стоило просто написать ему, что отправьте приглашение, я хочу приехать на стажировку еще раз. И никаких сложностей в этом не возникало. И каждый год я возвращался там на учебу и в 19-м году, и в 18-м летом. Я сколько докторов и специалистов из медицинской сферы знаю. Это люди, преданные своему делу максимально, они вот всегда в работе, оперируют, лечат людей. Но у вас такой кейс, что вы решили начать заниматься стартапом в сфере медицины. Очень интересно, как вы пришли к такому выводу. Ведь это помимо того, что надо быть внутри медицинской сферы, надо еще и быть стартапером по призванию, коих в Казахстане много. Но вот как произошло у вас это переключение? Ну, на самом деле история за тем, как родилась Медейта, очень большая и такая глубокая. Я считаю даже, что это доказательство того, что есть такое понятие, как судьба, и судьбу можно вершить. Ну, то есть ты ее меняешь относительно своих действий. Дело было такое, что я планировал в 2019 году поехать в США и стать нейрохирургом. То есть я связывал всю свою жизнь с медициной, и у меня других планов не было на предпринимательство или что-либо еще. Но у меня сложилось так, что не получилось. Я прошел отбор в программу одну, там было всего лишь 100 мест среди всех участников, президентов, кандидатов со всего мира. Все подавали, и было 100 мест. Я среди них. То есть я прошел отбор, подписал контракт с больницей. Уже все отлично. То есть уже я должен уже приехать, получить визу и начать свою деятельность. Но вот эта стажировка профессиональная. Но так получилось, что мне не дают визу. И не дают мне уже 5 раз. То есть 5 раз мне отказали визе. Такая история интересная. И каждый раз я подавал что-то дополнительно. То есть я на второй раз запросил ходатайство от президента клиники, потом от президента фонда целого, который управляет всеми этими клиниками. И как раз таки он наш партнер сейчас, Миддейта. Так мы с ним познакомились. И на четвертый раз все больше и больше даже Белый дом написал, по-моему. Я не помню домен, но я куда-то там написал. Но ответа не пришло. Ну и отказали. Я так подумал, что возможно я смогу переломить ситуацию и добиться этого. Но возможно есть что-то лучшее. И попросил приглашение в Италию. Оттуда сразу пригласили. Как раз таки вот мой профессор. Это, кстати, личный врач Папы Римского. И получаю приглашение. И мне в Италию дают визу за три дня. На три дня? За три дня дают. То есть я подаю паспорт и мне уже за три дня дают визу. То есть я думаю, что за виза на три дня? И через неделю я уже в Италии. Но к тому моменту у меня уже накопилось, то есть накопился такой опыт. Я уже в разных больницах проработал. Я понимал уже проблему. То есть уже такое четкое сознание проблемы уже сформировалось. То есть такая точка кипения уже достигнута. И тогда вот прозвучал такой запрос, что было бы круто, если было приложение, которое напоминает о приеме лекарств. То есть у одной из людей. Ну и тогда так просто как идея вспыхнула в голове. Ну в память того, что я понимал, что есть проблемы в цифровом менеджменте внутри больницы. в том, что есть гэпы в определенные в оценке эффективности работы врача, в оценке эффективности качества лечения и тому подобное. Ну и текущие медицинские инфраструкционные системы на самом деле не помогают врачам, а только отнимают время. И я понимал это, и вдруг произошел прецедент. И на самом деле это была такая неожиданность, что вот точка кипения достигнута, и вдруг какой-то запрос приходит, и вспыхнула идея. И оттуда вот как раз-таки я поговорил со своим профессором, и он как бы помог собрать медицинскую, ну точнее группу медэкспертов. И с ними мы начали разработку алгоритмов ведения пациентов и индексов по оценке состояния, правильных индексов, да. То есть как врачи мы знаем, как это делать, мы знаем, что нужно врачам, мы знаем, что нужно пациентам, и клиники там подобное. То есть мы подошли к этому вопросу как профессионалы, то есть фундаментально, то есть научно, можно сказать. И где-то эта работа заняла нас где-то год, прежде чем мы приступили к MVP. То есть мы не как классический стартап, который, а, идея возникла, быстро-быстро там сейчас нужно закидать MVP, потом, ну, представьте, это как бы медтег, да, то есть это серьезная уже сфера, тут ошибаться, ну, как бы, это здоровье человека, и если эти индексы, к примеру, неправильные, то, соответственно, мы можем покалечить, да, а не лечить. Поэтому мы к этому подошли серьезно, и MVP начали тестировать только через год. Сейчас я попытаюсь вас создать картину, вы скажете, правильно или неправильно я понял. Вы вернулись в Италию, увидели пробелы в менеджменте, в больнице, управление больницей, да, и ведение пациентов. Не только. Не только в Италии. То есть я видел это и в Казахстане, и в Италии. То есть я работал абсолютно разным уровнем в больницах, как от самых таких, ну, не будем говорить прям таких плохих, ну, то есть от самого, там, минимального до самого максимального уровня, да, в больницах как в Казахстане, так и за рубежом. И я так заметил, что в разных странах, то есть работая в разных странах, разного уровня в больницах, одни и те же проблемы. И это показалось мне интересным, что действительно проблема острая, И действительно проблема, она вездесущая, можно сказать, везде, в любой стране и в любой больнице она присутствует. И мне это как-то зацепило, как-то накапливалось годами. И вот в 19-м году появилась идея. Но изначально, насколько я понял, начиналось все с простого пациента, с принятия таблетки вовремя, да? Вот это первая самая идея была. Да, то есть начали с простой идеи. То есть я начал как с простой идеи, как бы такой напоминалки. Но это быстро пивотнулось. Это уже сейчас я называю пивот. Тогда я таких понимаем, ну терминов даже не знал, что такое пивот, MVP, там подобное. Но вот это быстро пивотнулось в плане того, что я понял, что не только нужно делать решение, ну не только для пациентов, не только для врачей, нужно делать в комплексе, если делать. Если хочешь сделать что-то в медтек, чтобы это повлияло на людей, чтобы это повлияло положительно на индустрию, то нужно подходить к проблеме комплексно. То есть это и больница должна быть вовлечена, и врачи, и пациенты, и в принципе государство. То есть мы должны нести какую-то ценность государству, да? Или там страховки, к примеру. Потому что обслуживая больницы, врачей, ну разные группы, грубо говоря, это разные группы пользователей, обслуживая разные группы пользователей, ты получаешь большие данные, ты можешь строить на этом аналитику, ты можешь, грубо говоря, уже привнести на рынок большую ценность, чем если бы делать что-то простое. Кстати говоря, инвесторы, которые в нас не поверили, в самом начале говорили, что мы слишком все усложняем, на самом деле. И советовали сделать максимально простое решение, просто как бы приложение для записи. То есть... Пациенты. Ну да, онлайн записи и все. То есть запись к врачу, но таких на самом деле продуктов море, куча просто. Это алый рынок, это друг друга все копируют и как бы отличаются только дизайном, интерфейсом на самом деле. Но если ты хочешь что-то задизраптить или установить какой-то новый стандарт, ты должен сделать иначе, ты должен сделать по-своему, креативно. А самое главное, то есть решить проблему. То есть онлайн записями проблему не решишь. То есть это просто ты, как сказать, делаешь оцифровку хаоса, который сейчас происходит. А ты должен перейти со своим продуктом и установить стандарты и, грубо говоря, порядок. Уже который раз на нашем канале идет речь про голубые и алые океаны. Многие придерживаются такого принципа. Очень просто для наших зрителей объясните, что такое Меддата. Окей. Если таким простыми словами, что это платформа, веб-платформа для клиник и врачей, для управления, для онлайн и прозрачного управления клиникой и лечения пациентов. И мобильное приложение, теперь уже, это мобильное приложение для пациентов, для ведения своего здоровья онлайн. Это, если вкратце, как бы объясняя удобство, то, грубо говоря, не нужны никакие бумаги, никакие медкарты. То есть все оцифровано. Весь алгоритм ведения пациента оцифрован. То есть система ведет пациенту, грубо говоря. Сейчас она, да, не лечит. То есть она следит за тем, как пациента лечит врач. Как это, ну, отслеживает динамику лечения. Для врача выдает некую такую выгрузку по всем его пациентам, выдавая такую краткую выжимку. Аналитику. Да, аналитику, да. Кросс-аналитику по всем его пациентам, что вот из 100 пациентов 20 из них нуждаются в таком остром внимании. К примеру, да. И нужно корректировать лечение. То есть это намного упрощает время врача и экономит... Ой, это намного упрощает работу и экономит время врача. Как подключали первые больницы? Наверное, было тяжело подключить, потому что проект еще не обстрелянный, а индустрия такая очень консервативная. Врачи все равно и менеджеры в сфере здравоохранения очень консервативные люди. Как так получилось подключить кого-то? На самом деле нет. Нет, мы со всех сторон получили такую прям хорошую поддержку. То есть куда бы ни шел, везде была поддержка. То есть как и за рубежом, что вот медэксперты сами как-то сформировались группы, идея им нравилась, на энтузиазме, там на идеи, там помогали. И в Каастане, там обращаясь в какие-то крупные холдинги, клиники, ну имеется в виду крупные клиники, с опросом на то, чтобы протестировать, ну двери всегда были открыты. Но, наверное, я еще считаю, что двери были открыты, потому что все это мои знакомые. Ну в плане того, что все мы друг друга в медицине как бы знаем. Ну не по-казахски знакомые, а имеется в виду. Ну да, я имею в виду, что мы все друг друга заочно-то знаем, что вот, да, там, к примеру, мы знаем, что, к примеру, в Алма-Ате или в Астане есть такой-то нейрохирург или кардиохирург. То есть я более-менее... Ну молодого, наверное, да, профессионала, да. И хотели помочь. Что это за больницы? Какие это больницы в каких-то городах? Ну перечислять я больницы именно сами не буду, потому что они сейчас в фокус-группе тестируются. Но это около 37, ну более того, сейчас уже больше, около 37 я так округлю, клиник в Алма-Ате, в Астане, это частные клиники. Это не прям такие большие государственные клиники, в плане того, что мы с государственными клиниками, кстати, не работаем, мы работаем исключительно с частными клиниками, где есть, ну как бы, быстрый менеджмент, быстрые решения принимаются, то есть там и работаем. А почему с государством не работаете? Если это полезный продукт, то, я думаю, и госклиникам это будет очень кстати. Нет, я предлагаю, я всегда предлагаю госсектору наш продукт, наше приложение и систему, и всегда получаю некий там запрос от клиник, то есть не как от структуры, я имею в виду, отдельно выходят клиники, областные больницы, городские обращаются, но есть такая проблема техническая, что даже если мы туда, к примеру, сейчас именно придем, либо нам нужно какой-то объем услуг выводить на нашу систему, какие-то услуги есть те, которые обязаны пройти через госбазы. Государственные базы, они между собой, грубо говоря, их надо поженить между собой на самом деле, чтобы информация кочевала из базы в другую, из ведомства в ведомство, но даже если мы туда сейчас придем, то будет такая вещь, что информацию нам нужно будет в каждую базу пролить отдельно, и, соответственно, это как бы корневая проблема в таком, наверное, в базе данных. То есть на данный момент лучше накопить экспертизу на частных клиниках, нарастить базу, в том числе компетенции? Нет, я имею в виду не нашу базу данных, а есть единая база. Но я имею в виду, что прежде чем работать с такими большими базами государствами, надо обстреляться на частных клиниках, может быть, не на больших сразу. На самом деле мы уже в некоторых больших частных клиниках работаем, где, я не помню, около 500 или 700 койко мест. Ну, по поводу фокус-группы, то есть сейчас мы на самом деле на уровне MVP, там, Pride Beta, уже второй, точнее, первый MVP мы как-то тестировали с местной командой разработчиков, мало что получилось, поэтому я провел такой конкурс, нашел программистов из рубежа, из Индии, и с ними получилось сделать MVP. Я не умаляю там способности местных программистов наших казахстанских. Наверняка есть сильные, но просто я с ними, ну, тогда у меня не получилось найти программистов в то время. Вот, и сейчас вот тестируя в режиме Pride Beta, цель какая? Абробировать ту новую модель амонитетации, которую мы сейчас выкатываем на рынок, и показать зарубежным нашим партнерам, что мы готовы к паблик, то есть к публичному тестированию, к публичному запуску. И мы сейчас подготовили уже такую хорошую, хорошую платформу для масштабирования. К примеру, есть медицинские фонды из США, под управлением которых, ну, в общем, 300 клиник, 12 тысяч врачей, и они уже готовы с нами работать, когда мы запустимся в публичном режиме. Есть фонд, ну, сеть в Эмиратах, у них 100 клиник, в Италии 80 клиник у одной сети. Здесь в Казахстане около, ну, больше 100 контрактов мы уже заключили, имеется в виду off-take контрактов, и подготовили такую площадку для быстрого масштабирования. А пока мы валидируем нашу модель монетизации, как раз-таки которая дала нам хорошую оценку, а оценку нам дал вот этот американский венчурный фонд. И скоро запускаемся, мы над этим работаем каждый день. Оценку дал, но вот вы не досказали, какую оценку дал? На данный момент оценка 30 миллионов, ну, я округляю, 32. 32 миллиона долларов. Да. Эту оценку нам дал американский венчурный фонд. Ну, их вообще несколько фондов согласились с этой оценкой. Я могу их, в принципе, перечислить. Это Startup Health, HealthTech Capital, Speedinvest, это еще пару таких средних венчурных фондов. В основном так получилось, что я работаю с американскими венчурными фондами. Большой интерес проявляют. Та же Sequoia Capital, который, отбор, который мы прошли вот в январе. Вы уже привлекли деньги? Нет, мы не привлекли деньги. Мы вошли в программу по подготовке к раунду A. То есть, заявлено так, что отбираются стартапы уровня СИД и готовятся Sequoia к раунду A. Помогают всячески во время этой подготовки экспертизы людьми, ну, всячески помогают, чем могут, структурированием и тому подобное. То есть, есть большая, на самом деле, помощь в этом. И те стартапы, которые доживут, а надо дожить до этого раунда, получают инвестирование от Sequoia. Но прежде чем вы прошли в СИД Sequoia, вы получили ангельские инвестиции, гранты, всяческие денежные призы. Вот расскажите про деньги, которые вам сейчас позволяют функционировать и позволяют вкладываться в более качественную разработку с точки зрения IT и сделать продукт таким, чтобы он вышел сразу worldwide, то есть на весь мир. Получили 300 тысяч долларов, точнее, привлекли 300 тысяч долларов при оценке 9 на Пресиде. До этого получал гранты, всяческую такую поддержку от друзей, вкладывали семейный бюджет, ну, то есть всячески, там, ну, какая-то поддержка просто так от бизнес-ангелов, там, к примеру, 20 тысяч долларов или 50 тысяч долларов кто-то мог так дать, в плане того, что во что-то, имеется в виду, инвестируя, да, без получения даже доли. То есть всячески поддерживаю, получаю поддержку со всех сторон. И, ну, на СИД-раунде объявили, вот, ну, объявили раунд СИД, обратились, там, во всякие фанды в США, ну, проведя дьюидил, то есть мы уже сейчас онбордим инвесторов, ну, заводим инвесторов к нам в компанию. Это уже другие суммы будут, да, не 300 тысяч? Да, это другие суммы, я, наверное, не могу раскрывать, но это мы привлекаем на СИД-раунде, ну, больше миллиона. И синтетизируем сделку, то есть получаем это от нескольких инвесторов, то есть это несколько, есть венчурных фондов из США, и есть частные инвесторы из Каастана. Но при оценке в 32 миллиона долларов, с которой вы согласились, наверное, не получится отдать существенную долю от бизнеса, наверное, это будут проценты совершенно. Ну, да, то есть это пропорциональное вложение. То есть, условно, вкладывая в вас 1 миллион долларов, инвестор получит 1%. Нет, пропорциональное вложение, опять же, то есть в сделку прям углубляться не могу, но, грубо говоря, там, ну, допустим, там стартап стоит миллион, там кто-то вкладывает 100 и, соответственно, получается ответственность. Ну, это по-разному, кстати, работает, кто-то работает по сейфу, то есть, что оценка потом формируется. Ну, у нас уже оценка сформирована, DVD провели, и поэтому сейчас уже заходят в equity. Ну, а почему нам нужны такие деньги? Ну, на самом деле сейчас проводится колоссальная работа, ну, чтобы просто даже оценить масштаб, запускаем региональные центры, ну, я так называю, я разделил мир на 5 регионов, это вот европейский мир, арабский, американский, азиатский и русскоговорящий. Соответственно, в каждом регионе должно быть по региональному офису, да, региональному офису для поддержки и обучения местных клиник. Почему именно нам нужно обучать? Потому что это, ну, как бы новый продукт, это реально новый подход, и этому нужно научиться, то есть, мы должны научить клиники, научить, грубо говоря, врачей привить новые привычки, установить новые стандарты, да, в работе. Соответственно, в первое время нужны менеджеры по обучению, по ведению и тому подобное, пациентам. В каждом регионе свой маркетинг, то есть, своя культура и тому подобное. И сейчас, на самом деле, на бэк-офисе больше 30 человек, то есть, это 13 разработчиков из Индии, сейн-хаус, есть медэксперты из Италии, из США, есть, ну, из Казахстана тоже, есть адвайзеры из Англии, из той же Италии, из Сингапура адвайзеры, крипто-разработчики из США, к примеру. И все такие топовые, знаете, ну, разработчики, ну, наверное, уже можно говорить, ну, не наверное, а можно уже говорить, что разработчики у нас из OpenSea, крипто-разработчики, это самый большой NFT-маркетплейс, два медицинских эксперта, ну, я уже раскрыл, что наш главный медэксперт – это личный врач папы римского. Как вас зовут? Роберто Дельфини. Мы его покажем, если он есть, мы его здесь покажем. Ну, можно. Как удалось переманить специалистов таких вот, условно, OpenSea, это одна из главных NFT-площадок, чем вы заманивали, вряд ли только миссии, да, наверное, еще и деньгами? Они ничего не получают. Вы их сюда привезли в Алмату? Нет, нет, они в США. Ну, в плане того, что как ничего не получают? Я имею в виду, что нет, как такой зарплаты, есть договоренность, что в криптом мире это так происходит, что программисты, которые участвуют в разработке, к примеру, токена, у нас есть токен, там, квота блокчейна, какая-то часть из эмиссий распределяется по команде. Становятся партнерами. Да, становятся партнерами. Вот, а с медэкспертами, то есть, у нас опцион, ну, то есть, договоренность, что через определенное время они получат опцион. С разработчиками ключевыми, ну, то же самое. То есть, это, ну, с медэкспертами и разработчиками работа оплачивается. Это интеллектуальная работа, это очень сложная работа. Это, грубо говоря, они выполняют задачу государства, практически его рассказать, потому что оцифровывают всю практически медицину, все показатели, все нормы, там, патологии, там, подобное. Именно оцифровывают таким образом, чтобы это была настоящая цифровая медицина. Не так, что, к примеру, в программе вам подгружается скан-документ, который там можно скачать. Это я не считаю цифровизацией. Это, ну, просто архивирование или, там, цифровизация хаоса, по-другому. Система должна понимать, что происходит в клинике, она должна понимать процессы, которые настраиваются менеджерам лично. То есть, одна из преимуществ нашей системы, что мы можем запуститься в любой абсолютно стране, в любой клинике, независимо от того, какая там система регулирования, потому что менеджеры обучают нашу систему. Они настраивают процессы таким образом, что на самом деле всё настроить можно гибко. Это я называю там конструктор клиники, есть конструктор сотрудника, услуг и тому подобное для врачей, конструктор лечения. И каждый из них настраивает там свои шаблоны, создаёт это под себя, под местный регион. Ну, единственное, с поправкой, как сказать, с поправкой, что система подсказывает, что, к примеру, таких-то пациентов так нужно вести, для таких-то пациентов рекомендации следующие. То есть, это на основе искусственного интеллекта? Да. Сейчас мы обучаем искусственного интеллекта. Понятное дело, что недостаточно данных на данный момент, что для искусственного интеллекта на самом деле нужно гораздо больше данных. и тысячу клиник даже недостаточно для искусственного интеллекта, но мы обучаем, то есть обучаем нейросети, обучаем систему интеллект тому, как правильно вести аналитику. Самое главное, то есть мы не про лечение сейчас, на данный момент, мы про аналитику лечения, аналитику эффективности, как лечения, так и бизнеса, то есть, грубо говоря, как менеджер, так и врач управляют всеми процессами, там, с телефона, да, это на самом деле намного удобнее, чем что-либо, ну и как из компьютера тоже. Как меддата зарабатывать будет и является ли это коробочным продуктом? То есть вы просто продаете условно приложение, подключаете больницу и все, или вы постоянно ее ведете и получаете еще доход за оказание сервисных услуг? Ну, от такой простой модели, как коробочный, да, сейчас я понимаю, что все стартапы стремятся к этому, но и опять же мы не просто какой-то классический стартап, это, ну, более такая большая глубокая история. Тут мы понимаем, что даже внутри одной страны, внутри одного города две больницы могут работать по-разному. Там бизнес-процессы в больницах могут быть выстроены по-разному, в двух больницах там в одном городе. Поэтому тут нужна именно, тут нужна гибкость, тут нужен конструктор, который позволит настроить все процессы абсолютно, ну, как угодно. То есть менеджер, запуская у себя систему, пользуясь там конструктором, может настроить, персонализировать под себя, под свои нужды, что угодно. Пока что это так, то есть система обучается. Как я это вижу, есть такое у меня видение на годы вперед, в принципе, до конца. То есть это, кстати, один из лайфхаков для стартаперов, я думаю, тоже будет полезно, это потом могу поделиться. Ну вот, задался вопросом самым важным и понял, к чему вообще нужно стремиться, к чему вот меддейта приведет в конце концов, да, так, high-level consult или там как, что к чему меддейта приведет в плане через 10 лет, через 20 лет, что это будет, да. И я так думаю, что, я точнее, я так вижу, я планирую, что должна быть система, которая, грубо говоря, знает, как живет пациент. То есть как живет пациент, врач, клиника, и ведет пациента с самого рождения. То есть введены такие... То есть она обучилась тому, что прямо с рождения она знает, что нужно делать, какие прививки нужно поставить, чтобы это контролировалось, чтобы это уведомлялось врача, уведомление пациента, в смысле родителей, к примеру, да. Ну и в подростковом периоде, что нужно проходить, какие скрининги и тому подобное. В таком-то возрасте какие-то заболевания наиболее, так скажем, часто возникают у такой-то группы пациентов. То есть глобальная миссия. То есть это глобальная такая, что, грубо говоря, это система, которая знает, как вести пациентов, ну и так, как менеджить, к примеру, клиники и врачей. Но к этому нужно прийти, нужно систему обучать. И, соответственно, сейчас настраивается такая гибкость, гибкий конструктор, через который менеджеры и врачи обучают нас, грубо говоря. Но это как бы сейчас софт, это как бы первый этап. Дальше мы будем интегрироваться с медобрудованием, мы будем дальше идти глубже в стационар, углубляться в лечение, в реанимацию и тому подобное. То есть есть определенный план. Но с точки зрения презентации звучит хорошо. А если говорить про финансовые цели, если очень коротко, очень просто, как будет все-таки проект зарабатывать? И я, например, вижу, что вы все-таки стремитесь в сторону IPO, в сторону такого чего-то глобального, поскольку рынок MedTech, он десятками, если не сотен миллиардов долларов объемами измеряется. Так, ну смотрите, MedTech еще, кстати, на самом деле намного больше. Мы посчитали Европу, США, некоторые страны, некоторые страны Азии, которые нас интересуют, это 8,5 триллионов долларов. Это именно наша сфера, то есть именно не просто вся медицина, а именно медицинские инновационные системы. По поводу того, как это выстроить, именно в финансовом плане, на чем зарабатывать, на самом деле я немного отступлю. Я никогда не преследовал, не преследовал, не преследовал цели просто заработать. Как бы выстраивая продукт, который реально нужен рынку, покрывает проблемы и улучшает жизнь людей, то есть деньги и так придут. Но это как бы со стороны продукта. Ну я делю понятие продукта и бизнеса. Бизнес состоит в транзакционной модели. То есть у нас заложена комиссия на каждую транзакцию за оплату медицинских услуг, то есть процессинг оплаты. Это и искореняет серую кассу в клиниках. То есть онлайн оплата прозрачная полностью. Теперь у менеджера есть полная картина, прозрачная картина того, как устроены финансы в его клинике. И процессинг на самом деле очень простой и очень понятный. То есть мы приходим в клинику и говорим, у нас есть полный функционал, все, что тебе нужно, гибко настраивается под твои нужды, и как бы вся аналитика прозрачная. Ты понимаешь, как кто работает, сколько работает, насколько эффективно, понимаешь, видишь в динамике, может кто-то ухудшает свою эффективность, кто-то улучшает и тому подобное. Но плюс к этому всему мы проводим эквайринг, который еще и выгоднее, чем процент у банков, например, в посттерминале. То есть вы интегрировали платежную систему? Да. Это подписочная система будет? То есть больницы будут платить подписку, и вы будете персонифицированное предложение для них предоставлять? Я сейчас тестирую разные модели, поэтому я и говорю, что это Pride Beta. Сейчас я тестирую модель такую совместную. Есть подписка, есть эквайринг. Пользуешься эквайрингом, это как бы отдельный функционал, там комиссия за процессинг. Но есть подписка за функционал, который необходим клинике для менеджмента прозрачного, онлайн-менеджмента. И хотелось бы узнать, когда нам всем стоит ожидать полноценный релиз, полноценный выход и функционерное приложение, завершение фокус-группы. Ну и примерно очертите вообще период, когда нам всем ожидать. Мы каждый день над этим усиленно, ускоренно работаем, на самом деле. И как медэксперты, так и разработчики. Я планировал вот в этом месяце запуститься, именно публично. Но каждый раз добавляется неопределенный скоп функционала, объем задач. Но тем не менее, ограничиваю для себя, ограничиваю, что я хочу все время добавить что-то новое, я хочу все время что-то улучшить. Но я думаю, что все, на этом можно уже в принципе не остановиться, а это можно уже показать людям. По ходу дела можно. Это можно уже внедрить и по ходу дела докручивать какие-то дополнительные функции. Я думаю, это июнь-июль этого года. То есть, когда выйдет видео, у вас вдруг, возможно, вы сделаете релиз. Да, и когда, я думаю, выйдет видео, мы еще запустим конкурс для клиник. Мы с партнерами, пока еще не буду называть партнера-спонсоров этого конкурса, выкатим такое предложение к Казахстанскому рынку. К Казахстанским клиникам нужно будет оцифровать все свои бизнес-процессы, то есть, вывести весь свой бизнес в прозрачную среду, в онлайн. И кто наилучшим образом справится с этой задачей и наиболее эффективно будет вести свой бизнес по показателю. У нас есть показатели того, насколько эта эффективно система внедряется в клинику. В течение 6 месяцев они это пробуют. И выигравшая клиника, лучшая клиника получает приз 50 тысяч долларов от нас. Неплохо. То есть, у клиник будет возможность и мотивация все-таки переходить на цифровую сторону. Напишите в комментариях, насколько ваша поликлиника возле дома оцифрована. Очень интересно будет послушать. Ну и в заключении последний вопрос. Вы все-таки проработали как специалист, как врач, проводили операции. Сейчас вы стартапер молодой, участник рейтинга 30 under 30. Какие проблемы сейчас, на ваш взгляд, существуют в цифровизации в медицинской сфере? Потому что финтех у нас хорошо себя чувствует. Но я из раза в раз, приходя в больницу, в стоматологию, понимаю, что меня записывают до сих пор ручкой в тетрадку. Но это о чем тогда говорит. Как скоро нам ждать оцифрованные поликлиники и больницы? Я тогда, чтобы большая часть аудитории просто поняла, о чем идет речь, просто на простом примере приведу, как эти проблемы влияют на нашу повседневность. Не апеллируйте цифрами. Мы приходим в клинику, посадимся перед врачом. Он на нас не смотрит, он смотрит на компьютер и заполняет наши данные, нашу историю. И это на самом деле я видел, ну я и сам работал. Это, грубо говоря, Word-документ, который заполняется в другой программе. Заполняется документ, дается распечатка пациенту. Я как пациент, к примеру, ухожу. Как только я вышел из клиники или даже просто из кабинета врача, я пропал из поля зрения этого врача, я выплыл из этого поля. И на самом деле врач не знает, пролечился ли этот пациент, он вообще купил ли эти препараты, сдал ли он анализы, да, дополнительные, следует ли режиму установленному, там соблюдает рекомендации и тому подобное. А самое-то еще основное, почему бизнес страдает. Ну я как управляющий, я не знаю, насколько эффективно работает врач, насколько он добросовестно следит за своими пациентами, насколько он выполняет свои обязанности, да, в плане того, что как идет работа, то есть кто как работает, какая успешность кейсов, как у кого там КПД или там выполняется, или КПИ и тому подобное. То есть я это все вижу на бумаге, которая у меня формирует, там, не знаю, в Excel, или там до сих пор какие-то есть журналы, которые там продаются в магазинах, типа регистраторы и тому подобное. Это все непрозрачно и необъективно. Поэтому я считаю, что должна быть цифровая аналитика, которая облегчит на самом деле всем жизнь. Врач будет видеть всех своих пациентов, мониторить, то есть у него 100 пациентов, да. У врачей очень много пациентов на самом деле, еще по 20 в день приходит новых. Он не будет просто успевать за всеми следить. А тут должна быть система, которая делает выгрузку, аналитику и говорит точечно, что вот у таких-то пациентов проблема, у остальных пока нормально. То есть идет по режиму лечения, да. Такие-то пациенты приближаются к критическому показателю. То есть нужно обратить внимание. То есть вот облегчать нужную работу врача. Менеджеру покажут всю такую полную прозрачную аналитику того, как, грубо говоря, через 6 месяцев ваша клиника, к примеру, дойдет до критической точки, что будет все плохо. Почему? Причины такие-то, рекомендации, как это исправить такие-то, к примеру. Транспарентность, по сути. Да. У нас в гостях сегодня был новичок рейтинга 30 до 30, Шейхислам Сахи, основатель стартапа MedData, нейрохирург. Спасибо большое, что пришли в гости. Ну, если не забыли, меня зовут Батархан Тугайбаев. Подписывайся на наш канал, ставьте лайки. Ну и сейчас вышел уже новый, пятый по счету рейтинг 30 under 30. Там очень много крутых ребят. Не забывайте покупать электронную версию журнала и физические носители, и читайте. Спасибо. Всего доброго.